Девушки отдыхают Моё подставило Всего хотел одну рюмочку опрокинуть Чисто червячка притопить Ну и понесло В результате целого удава за спиртовой День первый пил сам собой Захотелось собутыльника Купил надувную бабу Страшная Выпил, подкачал, выпил, подкачал Похорошила Шутки стала понимать На все анекдоты реагировала с открытым ртом День второй решил с этой бабой наставить жене рога Страсть прервалась взрывом Помню очнулся в загоне с поросятами Которые забились в угол прячась от перегара Надо мной стоял почтальон В руках у него была телеграмма Приезжаю завтра Убери в доме Приготовь обед Твоя Надя Моментально протрезвев я пошел в дом Оценить ущерб Когда я открыл дверь Оттуда стали выбегать тараканы И делать друг другу искусственное дыхание От этого запаха даже дедушка жены на портрете Часто моргал и плакал В суповой тарелке я обнаружил множество мелких рыбных костей Загадка разрешилась, когда я увидел Что в аквариум опущен половник По телевизору показывали ряд По радио передавали шуршание Белье я решил постирать старым дедовским способом Налил полбочки воды Кинул туда белье Порошок И полкана Вы себе не представляете Как собачье желание жить Отстирывает белье Ни один бош и самсунг Никогда не мутузили наше белье Так как его мутузил полкан В четыре лапы Был цепной пес Стал копеть полоску Выезжая, жена приказала косить траву у дома От кошения я закосил Если на дальней станции сойдешь трава по пояс То перед нашим домом трава щекотала коды Уток я не кормил почти две недели Поэтому когда я их выпустил Они за пять минут съели всю траву Лавочку и соседскую корову Чучело во дворе было одето в чочины вещи И повернуто лицом к дороге В руках у чучела были чемоданы Насмотревшись всего этого кошмара Я возвратился в дом писать завещание Родные стены меня добили В тещином портрете торчали три тротика от дарца Топор, лопата и осиновый кол Причем осиновый колбас забит с такой любовью Что его острие торчало с внешней стороны дома На нашей свадебной фотографии Которая висела над кроватью Лицо жены было вырезано И вместо него вставлено лицо Анжелины Жоли Убираясь под кроватью Я обнаружил там женский лифчик огромных размеров Целый час меня мучили только две мысли Чей он? И как я мог такое забыть? Оказалось, что это надвое расколовшийся глобус В общем, я помылся, побрился, приоделся И вот Через пятнадцать минут приезжает поезд с моей женой Как здорово, что мой поезд на Владивосток Отправляется уже через минуту Пока Игорь, ты по традиции Мы ждем от тебя на пассажок Новенький анекдот Ждем Мотоциклист возвращается из празднования Нового года Естественно, еще все не в фокусе Он едет на прилиже скорости И видит, что навстречу к нему летит воробей Он, естественно, попытался объехать птичку Но случайно его все-таки сбил Воробей упал Этот подобрал воробя Жалко птичку Послушал, сердечко бьется Он бережно отнес его домой Поместил его в клетку Насыпал туда хлебушка Немножко водички поставил И ушел по своим делам Воробей очухался Вокруг клетка, вода Хлеб Блин, я убил мотоциклиста Спасибо Дорогие мои Ну-ка подсказывайте Какие еще волшебные Итак, представьте себе Два друга хорошенько Выпили Легли спать На утро продолжили Опять находятся в таком же состоянии Один из них обращается к другому Виктор Субра и ушел Скажи, пожалуйста, мне И ты Вчера Вчера Время вечернего чая По столу Желтый лимон Не прыгал Так это ты мою канарейку В чай выдавил Стоят трое Соображают естественно на троих Дают одному стакан Тот берет стакан Шанс вырвет Второй Не, ну не придурок Кто вырвет тут все свои Два украинца Будучи в командировке В Ирване За пару часов До отправления поезда Чисто случайно Попадают на Старинное Армянское Кладбище Музей Вроде Среди надгробий Читают надписи Арабалаян 1905-1988 Жив 5 лет Наверное ошибка О Грачи Карапетян 1911-1995 Жив 3 года Что за бардак А ну пошли к сторожу Узнаем в чем дело Приходит к сторожу Говорит Дядя, ты извини Мы, конечно, с математикой На вы Но не до такой степени Понимаешь Мы так считали На калькуляторе У нас не получается Понимаешь Там человек прожил Лет 80 Написано 5 Цей прожил Лет 70 Написано 3 Объясни Это несложно Объяснить Ну жили непонятно Ты же взрослый человек Жиль Это не митца Уйду Жиль там существовала Жиль Понимаешь Когда Заграничные командировки Девочки красивые Машины Дзенюшки Когда Когда жизнь такая Вот Что с того Не считается Соувечением Понятно? Да понятно Что ж тут неясного Короче, Валера Когда я сдохну Напиши мне на могиле Радився мертвым Спасибо Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Там вот Как-то Отмечали Новый год Ну Сели за стол Проводить Старый год Как положено Сели пораньше В ноябре еще Ну Праздник развивался Вяло Выпили по рюмке Водки Запили соком Потом повторили Никаких перспектив Стагнация Ну что Решили наоборот Водку Фужеры Сок по рюмкам Качественный Рывок Шутка ли В течение Получаса К нам Сразу Приехала Скорая Пожарная И менты Менты Вступили за пожарных Которые Бронзбойтами Не давали нам Забрать У врачей Спирт Но мы Забрали И покатило Женщины Отплясывали Так Что у соседей Снизу Из потолка Стали вылезать Их каблуки Куда пропала Валерьянка Я понял После того Как кошка Спела Нам мургу Подыгрывая Себе На гитаре Тут К нам Подошла Анжела И попросила Отнести Своей бабушке Пирожки Которая Живет Тут Неподалеку За лесом И мы Пошли Не зная Что от Анжелы Бабушке Мы несем Только Пламенный Привет Пирожки Мы забыли На кухне Зашли в лес Серега Шел Сзади Почему-то Все время Плевался И матерился Я шел Впереди Отгибая И отпуская Еловые ветки Мы шли На юг Не то Что мы точно Шли На юг Мы конечно Шли В другие Стороны Но на юг Мы шли Чаще Короче Если бы за нами Шел следопыт То он бы Застрелился Чтоб Выдержать Направление Мы шли Точно На сосну В сосновом лесу Это лучший ориентир Захотелось Кушать Я знал Что белки Летом Прячут орехи Мы выследили Белку 12 часов После ее Под сосной Ждали Когда она Выдаст Ореховую Схрону Все 12 часов Белка Сидела На ветке И нахло Вязала Носки Мы пошли Дальше Начали Трезветь Когда у меня Из штанов Раздался Звон А я не обнаружил В калманах Мелочи Я понял Что сильно Замерз В ту ночь Было Где-то Минус 60 Желание Пожрать Не уменьшалось Сереге Плевком В глаз Удалось Сбить Бурундука Если В военкомате Видели Как я Обнял Серегу Меня бы Ни за что Не взяли В армию На следующий День Я учуял Запах Кабана Три часа Мы упрямо Шли на запах Который Постоянно Усиливался Потом Я решил Идти первым Обогнал Серегу И запах Тут же Пропал В этот же день Мы обнаружили Помет лося Пошмеяли Да ладно Мол До этого Не дойдет Через три дня Хорошо Что мы Это место Не нашли Днем Днем 5 января На нас Вышла Стая Волков Обе стороны Проявили Друг другу Живой Гастрономический Интерес Так как Нас Было Двое Волков Штук 15 Одна Из сторон Поспешила Дать Деру Мы С Серегой Пробежали Километров 20 Но догнать Волков Так и Не смогли На следующий день В поисках пищи Мы провалились В медвежью берлогу Медведь спал Когда он зашевелился Мы как по команде Стали петь ему Колыбель Или фальшиво Медведь поморщился И открыл глаза В берлоге Было двое Православных Но первым Перекрестился Медведь Втроем Мы вылетели Из берлоги И разбежались Во все четыре Стороны Мы с Серегой На юг Медведь Во все остальные Через пару дней Серега Стал вести себя Неадекватно Начал задавать Странные вопросы А ты мог бы Обходиться одной рукой А ты мог выходить На одной ноге Старому Новому году Оборванные Одичавшие Мы все же вышли На федеральную трассу И тут же попали В милицию За нападение На хлебовоз Как говорил мой дедушка Если выпить Если выпить рюмку Будет хороший аппетит Если выпить стаканчик Будет хорошее настроение Если выпить бутылочку Будет праздник души А если выпить литр Будет все сразу И аппетит И настроение И праздник души Но ты этого не вспомнишь Люди Петьте в меру Огромное спасибо 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 друзья У меня Тесть Любит выпить Сильно любит У нас в райцентре Только один мужик Может выпить больше Понятно кто А что заметно что Ну я Я конечно Конечно кто же еще Ну у меня кроме тести Еще с тещей есть Так что В семье не без уродов Собралась как-то теща Моя в гости И к сестре В братство Собралась С сестре в брат Или к брату в сестрин Я уже сейчас И не понял Но не важно Важно то что на три дня Три дня без тещи Это же вечность Представляете У нас естественно С тестем уже заготовлено было И в бурьяне стояло Понятно да? Что не понятно Десять литров самогона Почему много? Что всем хватило Нас же двое Ну стоит теща Губы красит Брови рисует Болбу И в нашу сторону Параллельно реплики отпускает Смотрите Дебилы Она нас так по родственному Назад Смотрите Дебилы Узнаю что вы тут пяствовали Считаете себя безблизки пропавшими Обои в красную книгу занесут Говорю мама Ну а чем разговор А что мы алкоголики Ну понятно компотом Или сок березовый с мякотью Ну вы такое тоже Не даже не думайте Ничего и близко даже не будет Тесть в тот день Даже стрелки на часах Хотел перевезти Чтоб ее быстрее в гости сбавить Ну свершилось Столько нам за калитку Мы естественно сразу в бурьян Наливаем с бутыля в графин Графин номер один Пока С графином к столу Шопот груша стоит Птицы поют Все Соловьи Различные калибри Все Мы там наполнием Огурчики Помидорчики Витамин С Расположили Все Ну яйце Сольце Мясе И так опять ремошек Сразу Чтоб зацепило Хорошо стало танцуемся песни разные вот и вдруг теща возвращается абуца забыла она же когда зашла смотрит мы же значит танцуем радуемся тесь бедолага к ней спиной танцевал поэтому был нокаутирован в затылок я слава богу чуть подальше на расстоянии пленка она меня глянула на меня под кинг-конг на молекулу таким взглядом и за горло шарахи все так не меня что обидно графин как фашист гранаты кидает его четко в бурьян четко в бурьян что в десятку попало зараза и звук такой дзинь противнющий звук дзинь ну короче шарахнула это все дело разбила теперь говорит давай лопаты накопали мы этой земли самогонном пропитанный аурил 6 диодет взяли у соседей самогонный аппарат в аренду у нас при монтиже вот насыпали туда этой земли добавили водички поставили на плиту зажили все комфорки кисть по змеевитлю впервые видел что человек так долго мог находиться с открытым грудком вот минут через 40 этого процесса из бака потекло хорючая когда увидел это дело я впервые в жизни назвал тесте папой папа хватит бухать давайте канишечку наполнить я его в сторону канистру по струю ну бежит живительная ла все нормально опять танцуем чертаки танец краковяк все радуемся опять и вдруг видим стоит в дверях участковый лыбу тянет а потом спрашивают так называть сказать а как у вас этот танец называется чача-чача или чача и смеется таким неподкутным подлым смехом я ему говорю а знаешь ли ты участковый что мы из земли чистый спирт гоним ну да скажи еще что из навоза мы поспорили с ним на сникер что гоним из земли он тогда понял что проспортил домой улетел как бэтмен через полчаса в спаханности его огорода позавидовал бы любой комбайнер два раза консультироваться прибегал скажите а навоза сколько класть лопату окорения в земле какие должны быть дурман ну очень ближе к рассвету и таки увезли в дурдом конечно мы его в виде не бросили соседи есть с врачами побеседовал и того отпустили через полгода правда вот сейчас он уже вышел на пенсию но тяга к земле у него не прошла по-прежнему днем и ночью копается на своем приусадебном участке поэтому в народе его по-прежнему называют так правильно участковый один украинец пригласил своего приятеля отдохнуть в сарай отдыхали двое суток хорошо отдохнули один из них поднимает голову скажи пожалуйста ты умеешь хранить тайны могила если честно у меня есть пушка настоящая что серьезно серьезно не бывает а ты умеешь хранить тайны старая могила если честно у меня есть снаряд настоящий бронебойно-баллистический что травли не кончает что серьезно серьезно не бывает так может долбунем по пентагону гениально жди меня тут ушел за сарядом пока ходил этот прорубил бойницу сунул пушку по компасу определил где пентагон тот шел с сарядом два раза ткнулся в корове лепешку наступил на грабли дошел соля жаль есть товарищ командир снаряд он не лезет там калибр не тот он вообще не оттуда не получается спокойно все нормальная военная ситуация ты его руками придержи я его оттуда кувалдой убью осторожно пальцы вообще ничего не осталось от сарая в радиусе 500 метров кури научились летать вместе с козами эти два артиллериста упали за 15 километров от эпицентра взрыва в болото сидят с голым торсом по пояс один как дельфин ни бровей, ни ресниц несло всю растительную у другого цепь расплавилось на пузе вот дым с головы от это звездонуло да, ты представь как сейчас звездонуло в Пентагоне спасибо спасибо за теплый прием хочу начать как всегда с анекдоты так, представьте себе два человека хорошенько выпили легли отдыхать на утро проснулись один из них практически не умеет разговаривать у него жесточайшая засуха во рту у него там работает цементный завод он очень хочет пить аквариум выпил еще ночью пытается обратиться к своему другу за помощью получается естественно очень плохо что-то такое кока-кола 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 сейчас куплю Ушёл в магазин, возвращается через 6 часов. Друг его ждёт, мечтая, что тот принёс ему попить. Увидел своего друга, воспрял надеждой. Ай, мама! Кра-ка-ка! Валентин, кура-ка закончил. Я купил тебе печенье. Спасибо. История следующая. Один мужик очень сильно пил. Кодировали его, торпедировали, цепями к батарее приковывали. Он цепи перегрызал и всё равно напивался. Жена его узнала, что какая-то старушка умеет готовить отвар от пьянства. Она что-то настаивает на водяной бане, 2 недели ждёт. У него свой рецепт. Жена пришла к старушке, заплатили денежку. А старушка была послеповатая, старенькая уже бабушка. Она перепутала и вместо лекарства от пьянства выдала ему бидон чистого спирта. Жена пришла домой и написала на бидоне «Лекарство от пьянства». И начала лечить мужа от алкоголизма. Через 10 дней муж выглядел примерно так. Я полностью победил алкоголизм. Пью лекарства, как прописали, 4 стакана в день до еды. И 5 после. И 6 на ночь. Вы не поверите, желание выпить отсутствует полностью. Я думал, лекарство будет противное. Нет. Очень приятный вкус. Что-то напоминает. Не помню, что, но что-то тобой и знакомое. Жена мне говорит, я думал, а ты не захочешь лечиться, а ты молодец. Уже в 6 утра бежишь с ковшиком, только слюни капает. Я говорю, это потому, что я ненавижу этот проклятый алкоголист. Горил синим пламенем. Кстати, лекарство хорошо, а горит синим пламенем. Одного не могу понять, почему ко мне, абсолютно трезвому человеку, стала приходить белка. Я говорю, что ты припёрлась, критина рыжая. Я не пью. А она рожёт, как лошадь. Соседка узнала, что я пить бросил. Попросила с мужем поговорить, чтобы он тоже я бросил. Ну, я пришёл, позвонил в дверь, открыл муж в трусах, на голове, в пьяны. Я ему говорю, как тебе не стыдно пить? Ты алкогольник! Тьфу на себя! Ладно, говорю, у меня есть лекарство. Оно тебе точно поставить на ноги. Мы лечили с три дня. На четвёртый день я не только встал на ноги, но и на руки. И с тех пор так и ходил. И даже спит. Не, лекарство отлично, э. Я заметил, что чем больше пью лекарства, тем жена становится всё красивее и красивее. Даже тёща как-то похорошела. Как ей идут эти кокетливые усики. До плеч. Я раньше, когда пил, у меня постоянно галюсинансы, е-б-и. Сейчас не пью и никакие галюсинансы. Даже вот этот бобёр в зелёных шортах. Ну, вон он стоит. Он мне говорит, Елена, ты молодец, что ты не пьёшь. Он мне каждый день это говорит. Я раньше, когда пил, я всё время забывал, что я уже говорил, что я не говорил. По пять раз одно и то же повторял. Я раньше, когда пил, я всё время забывал, что я уже говорил, что не говорил. По пять раз одно и то же повторял. А, вспомнил, что хотел сказать. Я раньше, когда пил, я все время забывал, что я уже говорил, что они не говорили. Я как заново жить начал. Пьяный человек, он же ничем не интересуется, ему только водка нужна. А меня вчера на музыку потянуло. Весь вечер на баяне играл. Жена, зачем-то разогнул батарею. Занялся здоровьем, вышел на балкон с голым торсом. Начал делать приседания, круговые движения тазом. Ну, народу собралось. Пальцем тычу, фигурами любуются, улыбаются. Тут еще опять. Как тебе не стыдно, говорит. Ты хоть бы трусы надел. Новый год, нарядился Дедом Морозом. Пел, танцевал, хороводы водил. Тут тетя, я говорю, с Новым годом, Лидия Васильевна. Она мне говорит, какой Новый год, придурок? Только 15 июня. Что ты вертишься вокруг кактуса в моем банном халате? Вчера всю посуду помыл щеткой. Теща опять недовольна. Зачем ты моешь посуду в унитазе? Что ты отрешь унитазным ёршиком? Вплоть до того, что с этой посуды не жрет. Она даже жене пожаловала. Галя, что-то у меня такое ощущение, что у нас стихаря поддаёт. Она говорит, да не может быть. Он весь день на моих глазах только лекарство опьёт. Ну, пошли, я не попробовал и лекарства. Сейчас мы лечимся всей семьёй. Жена поёт. Тёща играет на шотландского волынке. Ну, дует в кружку эсмарха. В общем, полная гармония. Единственный минус – в туалете долго сидеть не могу. Тёща ломится, Гена, вставай, мне надо посуду помыть. Так что, граждане алкоголики, не теряйте надежды. И вы сможете стать таким же серьёзным и респектабельным человеком, как я. Всегда лечение. Я пошёл. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok